Великого шелкового пути Второй турецкий город, который мы посещаем Первым был, как известно, Стамбул А сегодня мы в Конье Это одно из глубинных мест полуострова Малая Азия Глубинных коренных мест для турок-сельджуков Потом турок-османов О Конье я пока знаю немного Я знаю, что когда-то был конийский султанат Один из крупных сельджукских султанатов Который успешно противостоял крестоносцам И порой переходил на них в наступление Позже в Конье жил знаменитый поэт Джеральдин Руми Которого здесь зовут Мауляна И очень ждут его память Но это действительно один из крупнейших средневековых поэтов В Востоке И еще я знаю, что в Конье есть суфи Мощная суфийская община И именно здесь родина знаменитых крутящихся дервишей Но я думаю, что все это мы с вами увидим А пока я знаю столько же, сколько мы дорогие зрители Ну вот мы не отправились из аэропорта Пейзаж вокруг нас чем-то напоминает Казахстан Я заметил деревья джиды, которые, в общем-то, родные каждому южноказахстанцу Но здесь высота 955 метров над уровнем моря То есть мы достаточно высоко, хотя вокруг абсолютно ровное вот такое плато Видимо, это плато, поскольку все-таки высота не совсем равнинная Около тысячи метров На улице плюс 26 градусов И специально для нас даже разыскали русскоязычные выгиды от Кристину Которая россиянка Но работает здесь, во внутренней Турции В основном, правда, в Каппадокии Но Каппадокию выпустим позже Пока едем на ланч, на обед И говорят ехать далеко Так что любуемся видами внутренней анатолии На горизонте горы, а сразу за окнами явно очень молодой парк Разница с нами в том, что здесь хвойные растут хорошо И их не нужно каждый год сажать заново А вот и наш гид Кристина Секлеми Москвичка, вышедшая замуж за туркой И прекрасно адаптировавшаяся на новом месте Добрый день, меня зовут Кристина Я буду вашим гидом на сегодня Сегодня вы приехали в старинный город Кони Основанный сейджуевского периода От X-XI века Непосредственно с XIII века в городе Кони Началось строение мечети и школ для изучения Курана Далее по маршруту после Кони После обеда у нас будет посещение метрисе Мусульманских школ, а именно метрисе Каратай Далее Инджемина Рейдимитриса и, разумеется, знаменитый музей Миклана Далее завтрашним днем у нас будет с вами выезд из Кони Посещение Султанхана в городе Аксарае Далее мы с вами посетим музей медицины в Кайсере Отправимся в Каппадокию, где мы посетим подземный город Каймаклы Далее у нас будет конная прогулка И самый последний день с утра у вас будет полет на воздушном шаре Посещение знаменитого всему миру музея под открытым небом Который включает в себя множество христианских фресок Датированных также 6, 7, 8, 9 веков Далее возвращение в Кайсере Посещение древнего музея Который сейчас пытаются превратить в музей инвестиционных технологий медицины Ну что ж, программа насыщенная Сразу на две передачи А за окнами уже улицы Коньи Это один из крупнейших городов Турции С населением более 2 миллионов А уж древность 4 тысячи лет назад Куванна входила в состав Хецкого царства Но к истории Коньи мы еще вернемся Мы продолжаем подниматься над уровнем моря 985 метров Это город Конья Ну, мы немножко показали вам его из окна автобуса Город тихий Религиозный центр Говорят, здесь очень развито мусульманское образование Много школ изучения Корана Что-то мы увидим Ну, а в первую очередь из-за аэропорта Мы, конечно, попали в такой туристический район И сейчас у нас обед Вот для этого можно пройти Толь беда скутеров Которые раньше назывались мотороллерами И мотоциклами Короткий обед и вновь улицы Коньи за окнами Начинается супер насыщенная программа знакомства с достопримечательностями И вновь как в Стамбуле мы видим смешение одежд и архитектуры Кстати, стоит вспомнить, что в 50 километрах к югу от Коньи Находится Чатал-Гуюк Считающийся на сегодняшний день Древнейшим городским центром на планете Которому 7 тысяч лет Как оказалось, Конья славится своими митресе Многочисленными Часть из которых сейчас превращена в музеи И вот первый такой музей митресе Митресе Каратая Куда нас в первую очередь и привезли Митресе Каратая было построено в 1251 году Джалалейдином Каратаем Визирем конейского султаната В нем он и похоронен С 1955 года здесь музей керамики Школа чтения Корана Пройдемте внутрь Колонны выполнены половину в арабском стиле Заметно присутствие мозаика и арабских иерогликов Эти две колонны выполнены в греческом стиле И являются визитной карточкой храма царя Посейдона Действительно арабская вязь смешана здесь с греческими капителями колонн Резьба по камню поражает своей искусностью и богатством И со смешением все просто Ислам сельджуки приняли от арабов А город завоевали у Византии Как и повсюду в Турции Здесь много своих местных туристов Портал Митресе не отпускает Глаз не оторвать от искусства камнерезов И одновременно каллиграфов Но пора пройти внутрь Над нами великолепный покрытый изроссами купол Завораживающий красивый интерьер А вот главные экспонаты музея Прекрасные керамические изделия Полюбуемся и вспомним немного историю государства Столицей которого была Конья Итак, конийский или румский султанат Государства Малой Азии Существовавшая в 1077-1307 годах На землях, завоеванных у Византийской империи Конья стала его столицей в 1096 году Наивысшего рассвета достиг в начале 13 века Пришел в упадок и распался в результате походов монголов Одна из его частей стала основой Османской империи В пору рассвета султаната Конья Стала крупным центром ремесел и искусства Конейские гончары были известны далеко за пределами города Смотришь на эти изделия и только поражаешься искусству мастеров Особенно интересны керамические облицовочные плитки С многочисленными изображениями животных и фантастических существ Вроде бы не характерны для мусульманского искусства Во всяком случае, в Центральной Азии мы подобных изделий не наблюдаем Огромное количество человеческих личин и все очень разные Хотя и объединены единым стилем Очень популярен мотив орла, терзающего добычу Внутри музея собрана великолепная коллекция керамических изделий сельджукского периода Сельджуки были кочевниками, прежде чем осесть на территории Малой Азии Поэтому они быстро ассимилировали, впитали всю древнюю культуру проживавших здесь до них народов И вот больше всего меня поразили вот такие плитки с изображениями Которые просто перекликаются с древним пиджикентом на территории Таджикистана Хотя это 13 век, древний пиджикент, то арабский период То есть между вот этими изображениями пиджикента и тем, что собрано здесь Лежит более 400 лет Но стиль сохранился И это потрясает, как перекликаются разные регионы Азии И в определенном смысле связующим свином здесь тоже служил великий желтовый путь И вновь великолепный керамический изделие Здесь и львы, и крылатые кони А это что? Двуглавый орел Откуда? Между тем, двуглавый орел был гербом конийского султаната и украшал его флаг Так что это атрибут не только христианских империй византийской и российской Но и могущественного государства мусульман Вот так открытие Возможно, сельджуки переняли его от побежденных византийцев Но это пока только версия А вот надгробие самого основателя Медресе Все интерьеры просто великолепно отреставрированы Под стеклянным полом древние арки перекрыты столь же древним помостом Все это напоминает отделку мавзолея Ахмеда Исави Но гораздо тоньше, изящнее и сделано на столетие с лишним раньше А таким богато украшенным сосудом аналогии в нашем регионе и вовсе нет Кувшины, чаши, вазы, блюда Все это бесценные произведения искусства А вот и нечто совершенно неожиданное Поразительно, но здесь среди экспонатов Ярко характеризующих исламское искусство На его стадии расцвета, так скажем Тоже не начальная стадия расцвета Попадаются экспонаты с христианской символикой Вот я с удивлением здесь обнаружил Вот такой фрагмент плиты С резным изображением Георгия Победоносца Под полом медресе проходил средневековый водопровод А это сфероконусы Сосуды для ртути, лекарств и парфюмерии Сделаны из особо прочной керамики Они распространены по всей трассе шелкового пути И роднят Турцию с нашим центрально-азиатским регионом Где их тоже найдено множество Кстати, по одной из версий Их могли наполнять горючими веществами И использовать в качестве своего рода гранат Или метательных снарядов Рядом прекрасная коллекция светильников Чирак Среди которых попадаются и настоящие люстры Но нас ожидают следующие объекты Небольшой переезд по историческому центру Куни И мы возле следующего объекта И вновь великолепная, захватывающая дух Каменная резьба портала Между прочим Куни оказалась не таким уж и тихим городом Все-таки 2 миллиона населения И вот мы попали в такой людской водоворот Почти как в Стамбуле И теперь мы идем во второй музей Это тоже медресе Которое называется Инже Минарет Если в первом музее были собраны Образцы керамики из росов То здесь нам обещают показать Резьбу по камню Зельжукского и Османского периода Здравствуйте Здравствуйте Добро пожаловать в Турцию Спасибо Ну как вам, пожалуйста, Куни? Да, нам нравится Турция А мы откуда-то исключим Я закончил базар в один тамбрусскую школу Я вместительница Турка Ага Сместительница Ну уже в базар в один тамбрусской школе Уже 15 лет, что мы в Турции живем Очень благодарна Мы из Казахстана Казахстана У нас много турков, Ахыскак Да, 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 много турков Много ученцев Что? Архический земляк Стрелки своего Да, да, надеюсь, что там Когда знакомы там найдут у меня Я можно? Можно пересхожу Всем привет передаю Мехсетинцем Там Казахстан, который живет Может, меня там все знают У меня фамилия Мария Гиль Калдели Мария Гилья Аббас Экарнола Может, там у нас в таком Может, там вроде есть там Надеюсь, кто-то увидит Вот такие встречи в Конье бывают Ну а теперь в музее Спасибо, удачи! Вам тоже удачи! Спасибо! До встречи, друзья! Это медресе было построено Чуть позже предыдущего В 1264-1265 годах Любопытно, что здание было возведено Армянским зодчим Галустом Медресе действовало до конца 19 века В 1936 году здесь начались реставрационные работы Которые шли до 1956 года Когда в здании открылся музей деревянной и каменной резьбы Наверное, благодаря древним камням Здесь гораздо прохладнее, чем в музее керамики И звуки разносятся особенно гулко И вновь сплетение стилей И вновь двуглавые орлы и животные Только воплощенные в камни Здесь же прекрасные образцы арабской каллиграфии Изразцы почти неотличимы от тех, что на мавзолее Ахмеда Исави И вдруг впечатляющие фигуры архангелов Они общие для христианства и ислама Михаил, Микаэл и Гавриил, Джабраил Каменные львы и каменные надгробия Водопроводные трубы и каменные розетки Есть даже сцены охоты и КО Здесь грифоны преследуют слонов Такое нечасто увидишь И еще одно изображение, мимо которого не пройти Каменная резьба, собранная здесь Конечно безумно впечатляет И вот что интересно Все это выполнялось мастерами, камнерезами, мусульманами Вот вы уже видели и изображение ангелов Джабраила и Микаила Хотя как бы есть запретное изображение живых существ в исламе Но до определенного времени этот запрет не был слишком строгим А вот здесь очень хорошо читается Общий корень происхождения аврамических религий Легенда о падами Еве и о змее-искусителе Вот он, тот самый змей-искуситель Который соблазнил праматерь Еву Рядом с великолепной каменной розеткой Долго можно гулять по этому музею и находить что-то интересное Вот еще один грифон Вот еще один грифон Еще одно нападение Но уже не на слона, а на буйвола Но все кончается И нас вновь принимают улицы Конии Едем в духовный центр древнего города У Конии есть кое-что общее с Туркестаном Это суфизм А теперь третий и самый главный музей Конии Это музей Мивляны Челаладина Руми Любители персидской поэзии его, конечно же, знают Но здесь он некто больше, чем просто поэт Здесь это человек, который оставил глубокий след в истории Турции Не только как поэт, но и как религиозный деятель Суфий, мистик И как деятель государственный С мнением которого считались сельджукские правители На территории обители Дырья Старинное название Дырья Находится могила великого сына турецкого народа Челаладина Мухаммеда Руми Более известного нам с вами под именем Мивлана Здесь, в начином веке, на этом самом месте Располагался прекрасный розовый сад Подаренный отцу Мивляну Самим султану Аладдину Киегубатом I Сам же отец Мивляны был известным философом Юристом и богословом того времени Сам же Мивляна Чье имя в переводе означает «наш господин» Был одним из сторонников ордена Дервиш По сути, музей, названный в его честь, является еще действующей мечетью И является усыпальницей Мивланы Давайте пройдем в Мувлана Мавлана Джалал Аддин Мухаммад Руми родился в 1207-м Балх, ныне афгансьян, в ту пору государство Хариншахов Умер в 1273 году в Конье В Турции его называют выдающимся сыном турецкого народа В справочниках отмечается как выдающийся персидский поэт Суфи В Конье он вместе с отцом, который тоже был богословом, попал, спасаясь от войск Чингисхана Его сын основал здесь суфийский орден Мивлеви В обрядах которого используются произведения Руми Он духовный предок Дервиша этого самого влиятельного в Османской Турции Существующего и в наше время тариката Творчество Руми порой приводило его в столкновение с клирикальным духовенством Вот его мысли о поисках Бога Крест испытал я и христиан до самых глубин дошел Тщетно искал, на кресте его нет, там я его не нашел В храме индусском я побывал, в пагоде древней искал В них я опять не нашел и следа, вновь не туда попал Плата Герата и Кандахар вглядывался в упор Нет его здесь ни в долинах рек, ни на вершинах гор Без колебаний путь проложил к пику мифической Кав Там на вершине видел гнездо сказочной птицы Анка Мекку добрался в Каби, искал, не было там его У Авиценны спросил, но о нем философ не знал ничего Сердце свое обратил я взор Тут только понял сам Места другого нет для него Он был именно там С левой стороны здесь находятся скромные кельи сторонников древнего братца С этой стороны, с правой стороны, будет располагаться кухня Посередине здесь находится шатерпан, фонтан для омовений Вот в таких кельях По-нашему это худжеры, мы привыкли к узнанию худжерами И жили суфи, того братства, которым пролежал древний древний Этот комплекс включает в себя дом, такие мыслители, также большую библиотеку На которой содержит в себе более 5000 суфистских трудов Именно домов и куранов, рукописных правов У каждого суфийского братства свой дарикат, то есть свой путь к кисине И разные братства по-разному производят свои медитации Вот братство, которым приближал древний древний, оно большое древние выделяло музыке Поэтому здесь представлена богатая коллекция музыкальных музыкальных Музейный комплекс Мевляны – это центр суфийской культуры С 1273 года после смерти Руми Мевляны это место служит усыпальницей Мевляны Его отца Бахауддина Веледа, жены, детей, других известных деятелей суфиев, шейхов, их семей Этот музей – один из самых посещаемых объектов Конья В год музей посещает около полутора миллиона турок и полмиллиона иностранных туристов Он занимает второе место среди всех музеев Турции по посещаемости А первое место принадлежит музею Тапкапы в Танбуле В музее представлены некоторые личные вещи – мевляны, музыкальные инструменты ордена Мевлеви Посуда, предметы обихода, огромная коллекция рукописных книг На территории музея находятся хозяйственные помещения, где жили и работали дервиши А это сосуды для сбора апрельской дождевой воды, которая, по поверьям, суфиев обладала омолаживающим действием Богатое внутреннее убранство, великолепный декор стен и потолков И здесь же гробницы святых, туристы в перемешку с паломниками Все это создает непередаваемое ощущение Вы видите вот этих многочисленных людей, которые пришли отдать должное своему духовному лидеру мевляне, великому суфию По сути, это тот же процесс, что у нас в Туркестане, Мавзолея Хаджи Ахмеда Ясауи Но есть и большая разница В Туркестане на каждом шагу вам запрещают фотографировать видеосъемку и так далее Здесь одновременно идет и духовное действие И туристы могут спокойно фотографировать на память и делать видеосъемку Почему у нас по-другому, мне непонятно Это называется шкатурка мудрости, которая содержит записки самого Медлана Как говорится, в мудрости можно не только учиться, но и нюх Поэтому посетители этой мечети, кто-то пытается ощутить аромат старинной цепи Кстати, воском пахнет почему-то Действительно пахнет воском Надеюсь, я стал мудрее Ну что ж, и мы вдохнули из этого ларца мудрости великого Суфия И надеемся, что стали умнее Очень насыщенный сегодня день Уже поздний вечер Посетив все музеи Вот буквально на 20 минут заскочили в отель Хилтон Благо он здесь в двух шагах Кинули вещи в номера Я даже душ принять не успел Сейчас мы на главную фишку, так скажем, города Конии На представление крутящихся дервишей Говорят, они бывают очень редко По особым религиозным суфийским праздникам И нам повезло При нас это представление будет Для нас отдельный коридор открыли Для туристов И мы заходим без очереди Это нас радует часто Мы в культурном центре города Кония Именно здесь и проходят знаменитые на весь мир Представления крутящихся дервишей Хотя ныне это лишь копия тех самых зитк С помощью которых суфии Тариката Мавлюи Основанного в 13 веке самим Руми Стремились достичь единения с Аллахом Суфии других орденов А их в истории ислама предостаточно Делали это по-другому Сам орден, как и другие объединения суфьев Был запрещен кемалемататюркам И сейчас мы видим скорее актеров Чем настоящих дервишей Субтитры создавал DimaTorzok Обряды мивлеви это сложный ритуал Дервиши появляются в продолговатых колпаках из войлока Имеющих среднеазиатское происхождение И с черными накидками Эти накидки сбрасываются во время танца И дервиши предстают в белых одеяниях Такая смена одежды столковывается как смерть и воскресенье При вращении дервиш держит правую руку Обращенную к небу, а левую к земле Движения поначалу медленные И величавые, с постепенным ускорением В такт музыки Дервиши кружатся отдельно, не касаясь друг друга плечами Каждый вокруг своей оси и вокруг шейха и других дервишей Они не произносят ни звука, не производят никаких движений ладонями или головой Послушники мивлеви проходили долголетнее самоотречение и тренировки Были те, кто осмеивал танец мивлеви Как ненужный предаток и поклонение Богу Но Руми верил, что дух освобождается от тяжести плоти в процессе самовращения И ликование человеческого существования как чувств и мысли Может быть достигнуто только мастерством в нем Ну вот и все Зрители расходятся буквально потрясенные увиденным С Суфи мивлеви умеют удивить Уходим и мы к последнему пункту программы этого дня Продолжение следует... Хорошо Это представитель Азербайджана Можете впечатление поделиться от того, что увидели, дерущее? Что можешь сказать? На русском Очень хорошее впечатление Мне очень понравилось Можете представиться, откуда вы, как вас зовут? Меня зовут Семен, я пришел в центр по герой Даже самый длинный рабочий день когда-то заканчивался Утро начиналось в Стамбуле И заканчивается вечер В городе Кония В отеле Хилтон На ужине Рабочий день наконец-то закончился Закончился он теми самыми вертящимися дервишами, которых вы видели Это действительно завораживающее зрелище Заставляющее задуматься о бренности бытия И его всевышнего Даже вот самого далекого от религии человека Я едва не впал в транс Но я думаю, в хорошем завершении Будет хороший сон А завтра новая дорога А значит, и съемки новой программы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова